быть стройной и нравится мужчинам а прежде всего самой себе хочет наверное каждая женщина только кто-то ни в чем себя не ограничивает и при этом не поправляется а кто-то набирает лишний вес всего лишь понюхав булочку и при этом мы всегда находим разумное объяснение у меня замедленный обмен веществ у меня кость широкая у меня наследственность плохая стресс некогда спортом заниматься ну и так далее причина всегда найдется какие причины истинные а какие ложные давайте разберемся в этом видео она о том почему так сложно похудеть даже если вы правильно питаетесь и ходите в спортзал и переходите по ссылке под видео чтобы пройти бесплатный тест на истинные психологические причины переедания и набора веса в борьбе с лишним весом немалую роль играет подсознание ведь диета это попытка устранить следствие килограммы это следствие есть еще причина то есть ведь не плюшка же виновата что вас к ней тянет правда причины тяги к сладкому вредному причины переедания лени и прочего веса набирательного поведения они не в плюшке они в голове поэтому даже сброшенный но сброшенный неправильно вес всегда возвращается по статистике только 5 процентов людей которые сбросили вес за счет диеты и упражнений могут его удержать в интервале 2-3 года а вы все еще думаете что все делаете чтобы похудеть а может в глубине души где-то очень глубоко вам совсем даже не хочется быть стройной может для чего-то вам нужно пухнуть от голода даже у полноты есть свои выгоды какие именно выгоды встречаются чаще всего давайте разбираться едой можно заесть стресс вкусная еда отвлекает и заставляет на время забыть о тревожной ситуации или о сложном решении которые нужно принять с детства мы привыкаем с помощью еды регулировать свое настроение ну когда ребенок плачет мама дает соску а потом при плохом настроении говорит ты не поешь и все пройдет если вы часто бываете в стрессе или живете в стрессе то ищите другие способы снимать напряжение иначе повышение в крови гормона стресса кортизола она не только будет вам добавлять жира но и вполне вероятно создаст другую еще более серьезную психосоматику стресс может быть разовый сильный или постоянный фоновый но то что мы называем черная полоса в жизни или серая полоса когда ничего вроде не случается но утром приходится тащить себя на нелюбимую работу или в обратном порядке вечером не хочется идти домой вот это примеры фонового стресса стресс одна из причин возникновения психосоматики то есть телесных заболеваний за которыми стоит психологическая причина что поможет снимать стресс кроме еды дыхательные техники с глубоким таким дыханием массаж посильный фитнес в удовольствие прогулки на свежем воздухе ванна с эфирными маслами и прочая ароматерапия для поднятия стрессоустойчивости еще добавляйте пожалуйста в рацион витамин c это свежие фрукты овощи цитрусовые ну и можно в виде биодобавок поднять ценность часто мы хотим иметь вес в обществе чтобы с нами считались хотим быть заметными хотим себе добавить уверенности и если не хватает внутренней ценности внутренней то подсознание понимает это буквально добавить веса важно осознать что у вас есть такая потребность и тогда вы сможете найти другие способы поднять свой авторитет например развивая профессиональные навыки или налаживая отношения с людьми связь веса и весомости это атовизм наследие прошлого когда быть толстым могли себе позволить только люди состоятельные и влиятельные на востоке это до сих пор так но мы это живем на западе и мода уже изменилась теперь среди обеспеченных успешных людей в моде быть стройным еще одна выгода полюбить себя едой если не хватает любви к себе просто так без всяких условий вот тогда пытаемся добрать через еду вот бывало у вас такое смотришься в зеркало и до идеального тела как пешком до австралии и тут висит и тут оттопыривается вот как в рекламе как я люблю свое стройное тело и как я ненавижу жир который это все скрывает от разрыва между реальным и идеальным становится мучительно больно и вот уже на помощь приходит лишний жир им наше тело как бы отгораживается от враждебной головы у которой есть идеалы какие-то стройности а калорийная еда дарит утешение разрешите себе быть не идеальной полюбите себя в своем теле другого не будет не надо мучить себя они сверх тренировками не жесткими диетами и не надо себя казнить и не надо себя наказывать переедание почаще говорите себе что вы достаточно привлекательный достаточно здоровы достаточно стройны не рассуждая что кроется за словом достаточно почаще себе говорите вот эти слова почаще себе теплые слова говорите и добавьте больше приятных вещей в уход за телом и вообще в вашу жизнь и постепенно ваше подсознание расслабиться и перестанет защищаться от вас же лишним жиром еще одна выгода веса когда не хватает свободы действий вот зачастую мы живем по устоявшемуся шаблону и боимся нового новые работы нового жилья новые профессии а не реализованную энергию подсознание запирает на замок догадайтесь куда жир 9 килокалорий на не бойтесь заниматься саморазвитием и пробовать новое возьмите за правило каждую неделю пробовать что-то новое и по-новому напишите в комментариях какие из перечисленных выгод веса вы за собой замечали поделитесь своими выгодами найдите их побольше и читайте комментарии других это поможет вам узнать вашего врага в лицо а также проходите тест на психологические причины переедания по ссылке под видео там тоже для вас много подсказок по поводу причин лишнего веса возможно просмотрев видео вы скажете не 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 это не про меня подождите не торопитесь поговорите об этом с кем-нибудь из близких например с подругой у которой возможно тоже есть пара лишних килограммов порассуждайте если не у вас а у абстрактного человека с лишним весом какие выгоды могут стоять за лишними килограммами а я продолжу раскрывать выгоды лишнего веса в следующих видео чтобы помочь вам снижать вес за счет подсознания каждый месяц мы разыгрываем психологический приз среди авторов комментариев под нашими видео чтобы участвовать в розыгрыше подпишитесь на канал и пишите комментарии жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и уведомления о розыгрыше с вами была галина турецкая психолог кандидат наук эксперт по лишним килограммам о и Продолжение следует...